Всем добрый день! Я рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня будем готовить курицу. У меня это будут запеченные куриные бедра. Можно брать абсолютно любую часть курицы, которую вы любите. А блюдо получается просто идеально подходящее на ужин, потому что готовится быстро. И даже придя с работы, вы быстренько его приготовите и получится шикарный ужин. В общем, приступаем! Делаем маринад для курицы. Для этого беру горчицу. У меня ее здесь осталось как раз немного. В общем, столько, сколько нужно для двух бедрышек. Сюда же добавляю соль, но немного, потому что буду добавлять еще соевый соус, а он тоже соленый. Вот его сейчас и добавляю. А также смесь специй для курочки. Можно брать не смесь, а по отдельности. Например, какие-нибудь ароматные травы взять. Гранулированный чеснок, копченую паприку. Острый перец, черный перец. В общем, то, что вам нравится по вкусу. Мне проще всего взять вот такую смесь. Это получается вкусно. И к тому же это просто. Получается у нас вот такой густой маринад. Сейчас беру форму для запекания. Выкладываю сюда куриные бедра. Заливаю маринад и хорошо обмазываю им курицу. А теперь хочу рядышком в форму добавить помидоры. Я очень люблю запеченные помидоры. Поэтому вот так вот разрезаю на половинки и рядышком вот так вот добавляю. По количеству добавляйте столько, сколько хотите. Помидоры дадут нам не только аромат, но и сочность передадут нашему блюду. Если вы не любите запеченные помидоры, ну вовсе можете не добавлять. Закиньте туда пару зубчиков чеснока или немного лука. Тоже будет очень классно. Если у вас сейчас в наличии есть какие-то свежие ароматные травы, типа розмарина, добавьте пару веточек в форму на курочку. Совсем чуть-чуть присолю помидоры. И все. Отправляю форму в духовку минут 35-40. Температура запекания 180 градусов. Курица получается сочная и очень ароматная. Особенно мне нравится аромат запеченных помидорчиков. Он здесь как раз в тему. В общем, берите на вооружение себе этот простой рецепт. Надеюсь, вам пригодится. Большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok